Теория плоской Земли Теория плоской Земли Теория плоской Земли Верить в это нет никакой необходимости, это просто является фактом, который достаточно давно известен. Скорее можно говорить о плосковерах. Это люди, которые иррационально верят в то, что Земля плоская. Или пытаются верить, что ни одно и то же. Сначала, когда мой друг Николай попросил меня рассказать о плосковерах, я начал искать судорожно доказательства того, что Земля шарообразна. Не сразу, но я понял, что делать этого не нужно. Ровно по одной простой причине. Доказательств этих невероятное количество. И они известны очень давно. Ну, хотя бы классическое. Во время штиля корабль, уходящий от берега, пропадает, не просто растворяется в мареве. Плосковеры говорят, что просто расстояние мешает ему видеть неправду, врут. Корабль в штиль, при хорошей погоде, при ясном солнце и хорошей видимости, исчезает не сразу. Сначала становится виден, не виден его корпус, потом уже мачты. Постепенно. Грубо говоря, корабль исчезает за изгибом земной поверхности. И с этим ничего нельзя поделать. Это просто факт. Я не буду говорить такой мелочи, что существует Луна, как космическое тело, и другие планеты, как космические тела. Ну, допустим, весь грандиозный космический проект, который начался еще в 50-е годы прошлого столетия, продолжается до сих пор. Это, как выражается очередной плосковер лоза. Это способ зарабатывания денег. Хорошо. Огромные учреждения, вовлекшие в свою деятельность десятки тысяч и сотни тысяч людей, они заколачивают деньги на несуществующем космосе. Ну, вот смотрите, советские экспедиции привезли образцы лунного грунта. Американские тоже. Почему-то образцы этих грунтов, во-первых, представлены образцами минералов, которых нет на Земле, а во-вторых, они тождественны. Ну, странным образом. Почему такое тождество возникает? Хотя я понимаю, конечно, это орунда. Это же дырептилоиды привезли из Коа, в космоса же нет. Вывезли из-под земли, дали американцам и советским людям всякие непонятные образцы. Ну, а есть серьезно. Почему так? Более того, все возражения, которые плосковеры пытаются выдвигать, они давно разбиты. Их не нужно брать по новой. Ну, самое простое. Вот самолет летит, он летит по прямой. Ну, во-первых, все прекрасно знают, давно знают, что притяжение Земли осуществляется в любой точке полета. И притяжение к центру Земли, по сравнению с которым поверхность Земли, это очень небольшая кривизна, может не учитываться. Самолет летит, а его везде одинаково притягивает. И все к тому же центру. Ну, и к тому же. Все абсолютно летчики прекрасно знают, что поскольку Земля шарообразна, то и приходится прямую линию между точкой А и точкой Б, куда нужно прилететь, проводить не идеально ровно. Не по карте. По глобусу она выглядит иначе. То есть существуют определенные навигационные приборы, навигационные принципы. И что мешает плосковерам пойти в любое летное училище? Не нужно идти к ректору этого училища. Не нужно брать и прижимать к стенке и знать вопросы летчику, налетавшему миллион километров. Любой курсант объяснит, что прокладывается курс так-то и так-то с учетом таких-то факторов. В том числе с учетом шарообразности Земли. Ничего нового. То же самое касается плосковеров. Их веры, иррациональной, безумной, бессмысленной веры в том, что нет никакой Антарктиды, если ледяная стена, окружающая плоскую Землю. В центре, соответственно, Северный полюс, ну а Южного полюса никакого нет. Известно ли этим людям, или может ли быть им известно, то в 1911 году люди достигли Южного полюса. Известно ли им, что несколько летчиков разных стран в разное время пролетали через Южный полюс. И, соответственно, все они видели эту ледяную равнину, ледыник, покрывающий Южный континент. Хорошо. Амундсен враль, Смит враль, Скотт враль, все врали, все выдумали Антарктиду, там никого не было. Чудесненько. Есть такой институт географии в Москве. В нем до недавнего времени жил и умер в 1900, ты, простите, в 2010 году умер Игорь Алексеевич Зотиков. Географ, полярник, почетный полярник. Он много раз работал на территории Антарктиды. Бурение льдов Антарктида тоже осуществлялось много раз. В институте географии вам об этом расскажут. Зотиков просто очень известное имя. Он написал много книг. Я искал не птицу Киеве. За разгадкой тайн ледяного континента. Берите и читайте. В англоязычной литературе, в германской литературе, таких книг тьма тьмущи. Ну ладно. Плосковера, Антой Плосковера, чтобы даже на русском читать плохо. Хорошо. Ну, прочитайте хотя бы Зотиково. Не верите, но пойдите, вынесут географию, там вам расскажут и покажут. Наконец, знаете ли вы, что существует множество станций в Антарктиде? Когда Плосковер несет околесицу, бред сумасшедшего, дурь. Этот дурак, сознательный, добровольный дурак, просто не желает знать, что эти станции существуют, что на них круглогодично живут до 200 человек из нескольких стран, и что станция «Восток», российская антарктическая станция, находится на 78-м градусе южной широты. Можете ли вы найти людей, которые там работают? Да элементарно. Проблемы никакой. Специалисты, также клетчики вам охотно расскажут про навигацию воздушных судов, про притяжение земли, про искривление земной поверхности. Также полярники вам охотно расскажут о том, что они делали. О том, как бурили лед, как выяснилось, что толщина ледового щита у станции «Восток» достигает 3700 метров, и ледник лежит на 200 метров ниже уровня океана, поскольку весь он континент скован льдом. Они вам охотно расскажут об этом, что вам мешает узнать, пойти и узнать. Когда я задумался об этом, я понял, что приводить доказательства шарообразности земли не надо. Более того, когда мне рассказывают сказки о том, что за забором в Австралии живут чудовища, и там никто не бывал никогда, я говорю то же самое. Вы, неучи, поймите и займитесь чтением книжек, детских для начала, болваны. Австралия и ее внутренние районы за забором изучены превосходно. Десятки экспедиций побывали там. Я не говорю о том, что австралийцы люди хорошо обеспечены, у многих есть самолеты, такие частные, естественно, на двух-трех человек. Они временами летают до Австралии, летают, фотографируют, садиться там не рекомендуют, потому что потом пойди спасай, если что. Но некоторые рискуют, садятся, делают фотографии. Я переписывался с человеком, который летал внутрь Австралии. Делал фотографии, общался с людьми, кто там живут, аборигены австралийские временами. Просто принципиально уходят в центр Австралии, на свою прежнюю племенную территорию, и какую-то часть города там живут. То есть вы можете встретить такого человека. Идет такой голый абориген, только повязка у бедер, копья с копьеметалкой за спиной. Вы пытаетесь вспоминать какие-то слова языка местных аборигенов о хорошем английском. Привет, ребята! Такие случаи, говорят, бывали. Поэтому не надо врать. Будто внутренние районы Австралии раскрывают. Это просто плохая брехня. Люди, которые утверждают эту чепуху, также и по поводу Антарктиды, просто не желают знать того, что и трудности знать никакой не представляет. Бери, смотри, читай. Не веришь тенью, пожалуйста, выходи на людей. Если говорить, что все обманывают и все врут, ну хорошо, правительство врут, работе космической области врут. А как насчет множества частных лиц, которые побывали в центре Австралии, которые временами в январе месяце, то есть в самом жарком месяце Южного полушария, плавают между айсбергами Антарктиды. Есть такое развлечение у некоторых людей, в частности у россиян. Я знал двух человек, которые плавали к Антарктиде, ну, пофотографироваться просто. Подняться на айсберг, на ледяное поле. Нечто такое экзотичное и интересное. То есть буквально миллионы людей, получается, врут. А две там или три тысячи этих плосковеров, они, значит, знают истину последней инстанции. Понятно бывает. Случается. Возникает вопрос, почему люди идут в плосковеры? Зачем им нужна эта чепуха? И вот тут мы вступаем в область серьезного уже исследования, серьезного реального дискурса. Лично я вижу две причины. Две очень простые и грубые причины, почему у людей в наше время ломаются головы. Первая причина очень проста. Большую часть истории человечества – это история аграрных обществ. Не будем даже брать 99% истории человечества до аграрных обществ, то есть обществ охотников и собирателей. Но цивилизации, большие города, большие страны, цивилизация с письменностью, с учеными, воятелями, философами, с создателями современных форм цивилизованной жизни – это аграрные культуры. 90% населения в этих культурах – это крестьяне. Крестьяне своим не очень легким трудом создают возможность жить людям так называемых элитных субкультур. Элитных – не в смысле хороших. В научном смысле элитная субкультура – это субкультура людей, не связанных с производством. Конечно, аграрные культуры были разные. В Древнем Египте тысячи человек, из тысячи человек, 970 были крестьяне. Эти 970 содержали 30 людей элитной субкультуры. На несколько миллионов египтян приходилось несколько тысяч, временами даже сотен, грамотных людей, грамотных в буквальном смысле, знавших иероглифическую письменность. Жрецы, воятели, художники, чиновники, воины. Всего так. В 18-19 веках в огромной Российской империи уже всего 80, вернее, 80 из 100, 800 из 1000 кормят 200 людей элитной субкультуры. Это очень много. Это очень-очень много. Это огромный прогресс. Но еще мои прапрапрадеды жили в Тверской деревне. И они ковырияли землю деревянной палкой. Такая изогнутая палка, Саха называется. Они имели очень маленький кругозор географический. Тверь? Ух ты, далеко как! Где там еще Петербург есть, говорят, да? Да никто же в нем не бывал-то в Петербурге. А говорят, есть еще какая-то Германия. Там немцы живут, они немы. Говорить-то не умеют. Я, конечно, рисую карикатуру на крестьянина сейчас. Но, во-первых, не забудьте. Я говорю о своих предках в том числе. И не очень отдаленных. Кристиан имеет очень маленький кругозор географический. Очень слабый временной кругозор. Он живет в мире мифов. В мире сказок. Он подчиняется людям элитных субкультур. Но не от него далеко. Мы все происходим от этих очень простых людей, которые вели очень простой образ жизни. Очень несложный. И поскольку они жили очень несложной жизнью, это было в многом образцом, некой моделью для всего населения. И поскольку мы потомки этих просто живущих, нам самим хочется простоты. На уровне инстинкта. Ну, что там усложнять? Да все же просто. Просто как мычание коровье. И нам невольно хочется такого простого существования, чтобы была вот моя изба, моя баба, мои дети, моя лошадь, моя корова. Заходишь в хлев, там такие туповатые, но очень милые, добродушные морды, сладковатый запах скотины, дома пахнет щами. И ты живешь в мире разновсегда понятным, разновсегда определенным и неизменным. Без всяких умствований. Помните? Это, по-моему, у Куприна. «Осмелюсь доложить, он тот, вольно определяющийся умствуют!» Вот чтобы не умствовать. А интеллектуальная элита это очень небольшой процент населения. В нее, конечно, можно войти. Тогда книжная, городская, сложная культура, ну, не то, что будет твоей культурой. Если ты в эту культуру войдешь, от тебя потребуют ее владеть, даже вобьют ее в тебя, не в переносном смысле слова, нет. Помните у Гоголя в его свадьбе? А что? Невеста дура, да? Дура! Вечно в дурацком колпаке сидела, а учитель французского к ней без палки не подходил. Это девочек так воспитывают. Подумайте сами. Вас вобьют эту книжную культуру, сложную, книжную, интеллектуальную. Но вот вторая, очень важная причина, почему в наше время ломаются головы. Это книжная, интеллектуальная, умственная, письменная культура, культура элитная, элитное словно-население. Тоже была гораздо проще современной. Географический кругозор у людей на протяжении почти всей истории человечества был крайне узок. Временной тоже крайне узок. У вавилонян и правда земля была плоская, как каравай такая выпуклая, и стояла на китах, на черепахах, на слонах, как полагается. В античное время кучка людей, кучка, несколько десятков или сотен тысяч на всю огромную Римскую империю, где жило 60 миллионов человек. Кстати, 60 миллионов человек людям времен Октавиана Августа или времен Антония Пия. Казалось, что очень много, колоссальное количество людей. 60 миллионов человек. 60 миллионов человек. Население крупной страны, одно из многих. Исчезающая малая часть населения земного шара. И среди этого многолюдства, а по нашим понятиям малолюдства, несколько сотен тысяч, максимум миллионов людей, которые кончали грамматическую школу, кому показали глобус. Плиний прекрасно знал про глобус, Трабон писал свою географию, и упоминал. Но не настолько же мой читатель простоват, чтобы никогда не видеть глобуса. Римляне прекрасно знали о шарообразности земли. Помните державу, которую полагалось держать в руках императорам Рима и Византии, а потом всем королям и императорам Европы? А что такое держава? Шар такой, а в него крест вотнут. Идея христианизации чего? Луа земного шара. Бедных плосковеров обманы зают. Первыми в ролями были Аристотель, Плиний, Страбон и все императоры земли. И давайте не будем повторять идиотскую байку коммунистов, будто бы церковь, неважно, православная, католическая, жгла живьем бедолаг, узнавшую, что земля шарообразно. Церковь просто не знала, достоверно так ли это. Гарантий нет, не знаем. Поэтому не ручалась за это знание и отказывалась считать на знание догмой. Но никто никогда никого не преследовал за идею шарообразности земли. Это просто глупая и подлая ложь. Поздравляю коммунистов с Аврамшей. В очередной раз. Они люди вообще очень лживые. Вот по поводу церкви, шарообразности земли, очередная брехня. Сочувствую тем, кто поверил. Но шарообразность земли для римлянина, даже, для средневекового европейца означало, что они не знают большей части земли. Кругозор очень маленький. Ничтожно малый по современным понятиям. Только после Великих Географических Открытий, то есть с конца 16-го столетия примерно, стала более-менее понятна карта земли. Не то, что шарообразна, а, грубо говоря, что на ней находится. И то внутренние части Южной Америки, внутренние части Африки, внутренние части Австралии, внутренние части Антарктиды, внутренние области Сибири были неизвестны до самого недавнего времени. Только в конце 19-го века стала известна карта Сибири, то не полностью. Сергей Обручев, сын великого Владимира Обручева, в 1926 году открыл ни много ни мало хребет Черского, целую горную систему в современной севере Восточной Азии. Тогда же стали более-менее известны внутренние области Амазонии, но они и сейчас не все известны, внутренние области Африки. А на Северный и Южный полюс нога человека ступила только в 20-м веке. И вот с 20-го века географический кругозор современного человека сравним с современным, а одновременно исторический кругозор меняется. То было известно для средневекового человека, Господь сотворил мир шесть тысяч чем-то лет назад. Разные были хронологические системы, разные точки назывались в качестве Дня Творения, но всем было понятно, мир существует не больше шести тысяч лет.